Футбольный клуб И на клубном канале в YouTube будет идти прямая трансляция мероприятий, которая вот-вот начнется. Давайте поаплодируем нашим болельщикам. Да-да-да, поаплодируем, поприветствуем их. Потому что они смотрят, они с нами, мы это чувствуем, а вы будете получать подарки. Потому что сейчас начнется праздничная викторина, поэтому те люди, которые уверены, что хорошо знают историю футбольного клуба «Локомотив», да и вообще все знают о клубе, подходите поближе, друзья. Сейчас будем разыгрывать подарки. Все по классике, по нашей традиции. Поднимаем руку, правильно отвечаем, получаем подарок. Дорогие друзья, приветствуем вас на прямой трансляции. Презентация новой формы «Московского локомотива» на новый сезон 16-17. С вами комментаторы Кирилл Брейд и Елизавета Беляева. Всем приветствуем. Сложно что-то говорить, на вкус и цвет товарища нет, но, прямо скажем, она интересная, новаторская и уж точно не будет комментариев наподобие того, что, мол, а где проведенная работа, что ничего не изменено. Лиза, честно скажи, видела пока форму и эскизы хотя бы или нет? Нет, я еще не видела. Мне очень интересно, какая форма бета будет в этот раз. Я помню, что в прошлом году все хотели больше зеленого цвета, поэтому я надеюсь, что они дадут все-таки учет пожелания и увидим что-нибудь зелененькое. Да, мне тоже хотелось бы действительно удивление, но в рамках разумного, в рамках приличного. Вообще, на самом деле, признаюсь, сложно комментировать подобные мероприятия. Обычно мы комментируем футбольный матч или ведем с Лизой программу, опять-таки, разуждая о футболе. А тут внешний вид и мне хотелось бы, чтобы вот сегодня ты взяла образы правления в нашей паре, Лиза. И сказала свое мнение про форму? Женскую точку зрения? Да. Ну, хорошо. Ну, пока дать вы еще рано. Кстати, у нас здесь очень много народу собралось. Мне кажется, порядка ста человек сегодня пришло посмотреть. Очень много болельщиков. И вот на ваших глазах сейчас это первый победитель, да, уже? Да, друзья, сейчас пока до торжественной церемонии, вот до основного момента, когда наши лидеры, ну, сразу давай скажем, кто это. Александр Самедов, Алексей Миранчук и Маринато Гильермо выйдут в новый комплект оформы. Вот ведущие развлекают болельщиков. Здесь и болельщики, известные футболисты локомотива в прошлом. Руслан Пименов, Дмитрий Сенников, в частности, здесь и тренер нашей команды, Сарки Сарамызовича Министян. И вот по традиции идет викторина и вопросы. Вот мы сейчас немного заглушили ведущего. Первый вопрос, кстати говоря, интересный, в юмористическом стиле. Сколько футбольных клубов с названием «Локомотив» есть в мире? Вот ты знал ответ? Нет. Честно, нет. Вариант ответа 12, 22 и 46, друзья, но тут рандом, если позволите, сплошь гадание. Правильный ответ 22. Второй вопрос. В каком городе здесь перечисленят футбольные команды «Локомотив»? Сянзинь, Китай, Бессарабка, Молдавия, Варна, Болгария. Вот это, соответственно, правильный вариант. Самый простой, самый легкий. Ты знала? Вариант ответа нет. Просто последний я бы не выговорила. Третий вопрос. Какая природная локация, явление носит имя «Локомотив»? Река в Удмуртии, гейзер на Камчатке или пик горной вершины в Прельбрусье? Ты знал? Ты знаешь, я бы угадал. Скажу честно, не знал, но угадал бы. Да, правильный вариант. Пик горной вершины в Прельбрусье. Ну, а сейчас, друзья, предлагаем не дублировать нашего ведущего. Так что послушаем непосредственно в прямом эфире викторину. Следующий вопрос. В сезоне 2015-2016 Алексей Миранчук вошел в десятку самых перспективных футболистов мира по версии. Да подождите, не выкрикивайте. Руку поднимать. Реанель Месс. Ну, как вас зовут? Иван. Иван, идите сюда скорее. В центр. Мы вам аплодируем и вас поздравляем. Это правильная версия, правильный ответ. Даже вариантов не пришлось называть. Посмотрите, вот, подарочек вам. Вопрос был несложный, поэтому подарки разные, дамы и господа. Но готовы подарить всем, кто правильно отвечает. Только главное, поднимайте руку. Кто первый поднял руку и правильно ответил, получает подарок. Александр Самедов. Это, кстати, на мяч вопрос. Александр Самедов входит в десятку лучших бомбардиров и локомотивов за российский период. Сколько всего голов на его счету? 30, 32 или 34? Итак, пожалуйста. 34. Нет. 32. 32. Как вас зовут? Максим. Максим, идите сюда. Вы потом без очереди будете отвечать, я понял. Максим, аплодисменты. Друзья, поднимайте руку, пожалуйста. Кто первый поднимает, будем так судить. Идем дальше. Сколько игр за локомотив провел вратарь нашей команды Гильермо? 180 матчей, 200 или 220? Ну что, какой ответ? Ну какой ответ? Давайте. Не стесняйтесь. 220. 220. Так, нет. Ну давайте, кто, у кого еще нет? 180. 180, как зовут вас? Владимир. Владимир, вам аплодисменты, мы вас поздравляем совершенно верно. Подарочек вам. Друзья, давайте громче, громче просыпаемся. Следующий вопрос. Ну вопрос, на мой взгляд, очень простой. В каком городе родился Алексей Миранчук и его брат-близнец Антон? Тут даже не надо называть варианты, пожалуйста. Краснодар. А, нет, все-таки назову, друзья. Краснодар, Ростов-на-Дону, Славянск-на-Кубани. У кого нет еще подарок, пожалуйста? Славянск-на-Кубани. Совершенно верно. Идите к нам сюда, мы вас поздравляем. Аплодисменты. Пожалуйста, подарочек. Следующий вопрос. Все знают, что Гильермо выделяется своим высоким ростом. А кто знает, какой точно у него рост? 192 сантиметра, 197 сантиметров или 202 сантиметра? 197. Ну, сборная семьи. Идите сюда, да, совместными весельями. Совершенно верно, 197. Я вас поздравляю, друзья. Давайте поаплодируем. Как тебя зовут? Вика. Вик. А можно Вике еще раз поаплодируем? Вот подарочек тебе, Вик. Спасибо большое, что ты с нами сегодня в этот праздничный день. Итак, дамы и господа, вопрос тоже из легких. У кого из футболистов Локомотива ровно неделю назад, 19 июля, был день рождения? Ну, кто? Ну, давайте уступим. А у кого? У какого футболиста? У Самедова. Правильно. Иди сюда к нам, молодец. Пожалуйста, подарочек. Юные знатоки. Итак, друзья, давайте поаплодируем, конечно, поддерживать друг друга. И заключительный вопрос. Открою вам небольшой секрет о новой форме, которую вы увидите уже совсем скоро. Она разработана с применением самой передовой технологии AdiZero. И выполнена из очень легкой дышащей ткани. Как вы думаете, сколько весит игровая футболка? Кто будет ближе к правильному ответу, тот получает подарочек. 5 грамм. Как вас зовут? Ну, слушай, интересная викторина, друзья. Честно признаюсь, лично я не на все ответы, не на все вопросы знал ответы. Вот, в частности, в случае с Гильермо я задумался бы. Но вот ты, Лиза, сразу ответила, да? Да, я знала, что он провел 181 матч в составе «Локомотива». Вот 12 вопрос, у кого из «Локомотива» недавно был день рождения. Вот, скажу честно, есть желание сразу небольшую рекламу дать клубному телевидению, потому что этот самый день рождения Александра Самедова, 19 июля, оно пришлось на сборы. И мы в честь этого записали с ним большое интервью о жизни, о сборной, о клубе, очень интересное. Так что, посмотрите на нашем клубном телевидении и на сайте, на ютюбе. Ну, а сейчас, друзья, то, ради чего мы здесь все собрались. Итак, торжественная презентация формы, годок, дым, все как положено, все как бывает у нас на стадионе, на площади с паровозом. Итак, гитарист у нас, известный в узких достаточно кругах, Кирилл Сапонов, ну, в кругах профессиональных. Сейчас играет. Очень хорошо играет, да. Люблю гитару. Знаешь, кстати, в детстве я училась играть, но вот не доучилась. А могла бы, может быть, вместо него там быть. Может быть, не в мисс Локомотив участвовала бы, а вот играла бы на гитаре. А почему же тогда рэп слушаешь? Я не слушаю рэп. Дезинформация, дезинформация. 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 Друзья, давайте встретим футболистов бурными аплодисментами! Друзья, предлагаю вместе с вами создать максимально приближенную атмосферу, которая царит в Черкизово! И вместе со мной будем произносить громко фамилию футболистов! Дамы и господа, вратарь номер один, Маринадо Гильерме! Полузащитник номер 19, Александр! Полузащитник номер 59, Алексей! Давайте еще раз поприветствуем аплодисментами наших футболистов! И несколько слов о новой форме. Разработанной с применением самой передовой технологии Adesero, новые комплекты формы – это комбинация трех эластичных материалов, прошедших множество тестов за последние несколько лет. Обеспечивая долговечность и улучшенную терморегуляцию, инновационная ткань Adesero создана для того, чтобы атлеты чувствовали комфорт и прохладу даже в самые острые моменты матча. Как вы уже знаете, вес футболки составляет всего 105 граммов. Основной комплект формы на сезон 2016-2017 выполнен в традиционных красно-зеленых цветах. Однако впервые в истории клуба футболка главного комплекта стала зеленой! Полосы на лицевой стороне футболки являются отсылкой к железнодорожным мотивам и напоминают шпалы. Выездной комплект формы на сезон 2016-2017 выполнен в лаконичном стиле. Полностью белая футболка трусы и гетры дополнены тремя красными фирменными полосками Adidas. По краю рукава футболки идут красная и зеленая вставки. Основной вратарский комплект полностью черный, дополненный тремя красными полосами и двумя вставками на рукавах, выполненными в традиционных для клуба цветах. Кроме черного для вратарей подготовлены красный и синий комплекты экипировки. Друзья, ну а теперь надо узнать у футболистов, как ощущения в новой форме. Леш, скажи, пожалуйста, как тебе идея основной комплект формы сделать зеленым? Мне кажется, лучше у дяди Саши спросить, он в зеленом стоит. Ну, вы как считаете? По-моему, нормальная идея. То есть всем, я думаю, нравится зеленая форма и очень так неожиданно. Главное, чтобы победы были. Бегать быстрее в зеленой форме, как думаете, будете? Надеюсь. Друзья, аплодисменты. Саш, ну вот теперь вопрос к себе. Как ощущения в новой форме? Супер. Отличная форма, я думаю. Это цвета локомотива, я думаю, всем она понравилась. Друзья, ваши аплодисменты. Дорогой Гиля. Кроме черного комплекта будет синий и красный. В какой больше себя будешь чувствовать комфортнее? Ты знаешь, обычно я по очереди играю, но это надо посмотреть, потому что иногда не я сам должен решать. Это судя тоже, потому что должен посмотреть свет по поводу других команд. Но я думаю, что у меня удобно все формы и очень красиво. В любой форме будет удобно. Главное, что она красивая и удобная. Друзья, давайте поаплодируем. Бурные-бурные аплодисменты. Сегодня мы также хотим наградить и вручить памятный приз лучшему игроку сезона 2015-2016 по мнению наших болельщиков. Им стал полузащитник нашей команды Александр! Голосование среди болельщиков проходило в клубных аккаунтах и в социальных сетях. Для награждения Александра Самедова и вручения ему приза лучшего игрока сезона 2015-2016 приглашаются наши преданные болельщики из семейного сектора. Семья Горловых, мы вас приглашаем. Ну что же, друзья, вот так вот традиционно достаточно вопросов футболистам, не менее традиционные и счетливые ответы. Но как они могут всерьез отвечать на вопросы, поможет ли форма лучше играть? Хотя ты знаешь, Лис, я вспоминаю прошлогоднюю презентацию. Нам тогда удалось поговорить с Владимиром Петровичем Коротковым, легендой локомотива. Он говорит, что когда он играл в футбол в 60-х годах, тогда, конечно, такая форма была ужасная, толстая. Действительно, в ней было невыносимо жарко. Ну, не говоря о том, что она была одна на сезон, и, может быть, не один, и сами они ее стирали. Он говорит, что, конечно, вот любая форма современная – это самое настоящее чудо. Ну, а сейчас, друзья, Александр Самедов получил приз лучшему игроку минувшего сезона. Невероятное просто подавляющее у него было преимущество в голосовании. И этот приз, ну, я достается, Саша, Лис, ты сама принимала участие в голосовании? Да, да, Самедова голосовала. Ну, без вариантов, да, наверное? Я думаю, да, конечно. Кстати, как тебе форма вообще? Понравилась? Ты знаешь, она интересная, правда могу сказать. Во всяком случае, вот это интересное решение – зеленый верх и красный низ, наоборот, красные трусы. Это интересно, как в любой форме, новой, немного экстравагантной, к ней нужно привыкать. Все мы помним, как в свое время привыкали к форме трехлетней давности, похожей на джемперы даже. Но как пошли результаты, форма сразу стала самой нашей любимой. Ну, а теперь предлагаю послушать пресс-аташин нашего Андрея Бодрова. Не намекаю ни на что. Переместились с шестого на четвертое место в условном зачете клуба Премьер-лиги по этому показателю. Думаю, что надо поаплодировать здесь. И, кстати, сейчас такая модная штука появилась – Перископ. Где Перископ? Надо махать рукой. Ребят, все машем туда. Машем, машем. Леша, Саша, Гиля. Всем привет, много лайков в Перископе. И чтобы вся наша аудитория, все наши болельщики знали, в клубе и игроки, и сотрудники, все-все-все, мы внимательно следим за тем, что пишут наши болельщики. Мы следим, что пишут в комментариях. И подсчитываем лайки. Леша, сколько у тебя было больше всего лайков в Инстаграме? Я не помню. Три сто, наверное, где-то так. Ребят, всем спасибо. И еще раз, Саша, поздравляем тебя с этим званием. Сын будет горд. Друзья, давайте громче поаплодируем. Вы знаете, на удивление, Лока идет в ногу со временем. Гитарист Перископ, что дальше? Ну, а дальше мы будем поздравлять болельщиков. Друзья, хотим благодарить всех болельщиков. Ну что же, друзья, вот Андрей Пандроф рассказал о наших достижениях в социальных сетях, о привлечении новых болельщиков. Конечно, это очень важно. И если мы подводим итоги сезона в футбольном поле, в частности, наградили Александра Самедова призом лучшего игрока, давайте поговорим и о других сферах работы клуба, где тоже определенных успехов мы добились. Ну, а сейчас болельщиков приглашают на сцену. Это Башкин Дмитриевич и своей супругой Регины, а также Анисима Владислав и Симонов Герман. Четыре человека, самых преданных наших болельщиков, которые оформляют золотой сезон. Что такое золотой сезон? Лиза, объясни болельщикам, кто вдруг не в курсе. Это когда болельщик посещает все гостевые матчи, едет на все боицы, да? А также домашние, да? Но это не так сложно. Ну, и, кстати, не так уж много, к сожалению, почему-то у нас болельщиков в этом году. Ну, а что, пункты полешили, мы вам готовы еще раз поаплодировать? Да, сезон был, как всегда, непростой. Тут и, не знаю, и Ферми, и какие только города. Саранск, Уфа, не вспомнить. И было много Самара, да, ну, много городов. И в этом году новая, кстати, говорится. Ну, Тула была, вот Оренбург для российской футбольной премьер-лиги. Город новый. И, кстати, вот болельщикам, которые пробили золотой сезон, все получили новые игровые публики. Да, да, неспроста. Так что, друзья, это тоже вам определенный сигнал. То, что клуб знает, видит, следит и, главное, ценит самых преданных болельщиков. Друзья, вперед! На Оренбург, на Самару и на все остальные прекрасные города нашей необъятной Родины. Продолжается церемония, представление новой формы. Ну, а сейчас, друзья, у нас будет настольный футбол между футболистами и болельщиками. Вот от болельщиков сейчас мы выберем двух игроков, а от футболистов пару составит Гильермо Миранчук. И поиграет вот в настольный футбол, Лиза. Что думаешь, наши футболисты окажутся ли в настольном футболе так же хороши, как на поле? Я думаю, да, все-таки не профессионалы, а не везде профессионалы. И в настольном футболе, и на поле. Но матч всего 5 минут будет длиться, поэтому посмотрим и послушаем ведущего, который будет комментировать матч. Уважаемые болельщики, кто хотел бы сыграть? Да, ну вот сейчас, соответственно, выбирают счастливчиков, кто хочет сыграть с футболистами. Вот мы лично, сколько работая в клубе, да, ни разу не играли, у нас такой возможности не было, и сейчас нет. Ну вот давайте передадим слово ведущему Тиме и проследим за церемонией выбора, что ли, счастливчиков, которые будут играть с футболистами. Я поднял руку и бирально ответил. Итак, кто внимательно слушал эту информацию про форму, какая технология используется, как она называется? Адизера, да, совершенно верно, как зовут вас? Александр. Александр, выходите сюда, вы первый претендент. Давайте поаплодируем, конечно. Итак, друзья, вопрос следующий. Какого числа состоится первый домашний матч? 30-го. 7-го августа, ну уходите, Роман, сюда. Аплодисменты, вот у нас два претендента. Итак, где... Давайте поаплодируем погромче. Снаряд у нас там, я попрошу пройти, уважаемых болельщиков. Дорогих футболистов, давайте еще раз поаплодируем ребятам, спасибо большое. Шикарно смотритесь, мы за вас болеем, переживаем и желаем всевозможных успехов в новом сезоне. Друзья, ну а вы можете посмотреть на футбольные настольные баталии. Напоминаю, что у нас уже финал, поэтому следим пристально и поддерживаем команды. А, у нас замена уже, трансфер, Роман. Я понял, травма не позволил. Хорошо, друзья. Главное, чтобы было равное количество, 2 на 2. Итак, друзья, матч длится 5 минут. Поэтому всех попрошу подойти поближе. Ну что же, друзья, идет торжественная церемония. Сейчас футболисты играют с игроками. Друзья, мы тогда сейчас не будем следить за настольным футболом. Мы уже поговорим с Дмитрием Сенником, нашим легендарным футболистом. Дим, уж сколько форм было у вас в свое время. Есть чем сравнивать. Как это, честно, без лишних лестных слов, если не понравилось. Ну, во-первых, самое главное, чтобы ребятам было удобно играть. Я вам спросил, что, в принципе, сидит майка удобно, комфортно двигаться, бегать. Так что это самое главное. Дизайн, мне кажется, немножко как-то улучшили, может быть. В зеленой форме вот эти полоски, они дают свою оригинальность. Посмотрим. Самое главное, чтобы эта форма стала фартовой. Наша команда побеждала. Болельщики всегда очень большое внимание уделяют подобным мероприятиям. Смотрят нашу трансляцию. Очень много болельщиков, которые здесь не смогли побывать. А сами футболисты? Насколько ждут новой формы? Насколько интересно, в чем ты будешь играть? Не, ну, конечно, ждут. Самое главное, чтобы... Я говорю, прежде всего, чтобы она удобно сидела. Чтобы, когда жарко, да, там потелось нормально, чтобы был отвод воды. Во-вторых, чтобы она не рвалась, как вот мы видим, на чемпионате Европы было, да? Там у одной сборной... В Швейцарии, да. Там за одну игру три футболки порвалось. Так что, конечно, самое главное, качество, прежде всего. Дмитрий, спасибо большое, спасибо большое, что побывали здесь на нашей презентации. Хорошее вам времяпрепровождение. Друзья, мы в свою очередь приглашаем Руслана Пименова, другого нашего легендарного футболиста. Руслан, спасибо, что также пришли. Вопрос тот же. Тут какие могут быть вообще вопросы на презентацию новой формы? Как форма вам? Ой, вы знаете, достаточно интересная, достаточно... Надеюсь, она будет удачливой для Локомотива. И еще больше будет удачи именно на домашней арене. Еще больше будет забитых мячей благодаря этой форме. Красный верх, зеленый верх, прошу прощения, причем горизонтальные полоски, красные трусы. Интересные цветовые сочетания. Ну, возможно, даже поможет футболистам видеть друг друга на дальнем расстоянии. Поэтому это тоже, наверное, какой-то плюс. А в целом, вот в свое время, вот мы разговаривали с Владимиром Петровичем Коротковым. Он говорит, что в 60-х форма была ужасная в сравнении с этим. Но лет 10 назад, я так понимаю, все-таки она уже была высокого качества, да? Или все равно заветная? Вы знаете, когда первый раз дали форму Локомотива, у меня без разницы была, она какая, лишь бы получить было. Это было уже заветное. А уже какая-то дело второстепенное было. Но потом, когда уже в не первый сезон Локомотиве провели, конечно же, было интересно, какая будет в следующем году. Но достаточно всегда нравилось. Не было таких провальных моментов. Дизайнеры и маркетологи у Локомотива сработали идеально, как и сейчас. Руслан, спасибо за ваши впечатления, за то, что пришли. Ну что же, друзья, церемония вовсю продолжается. Поговорим сейчас с Русланом Пименовым. И хотел бы пригласить Елизавету Беляевым и его соведущую. Лиза, сейчас, я так понимаю, церемония основная уже закончилась. Сейчас будет развлекательное мероприятие. В частности, игра в настольный футбол, автограф-сессия, фото-сессия с нашими футболистами. Я предлагаю потихоньку уже прощаться с телезрителями. Что пожелать можно? Вообще, вот у кого, как ни у тебя, спросить, вот напоследок, так, подытожить по новой форме? Я считаю, что формы действительно не главные. Мы все равно от команды ждем игры. А в какой форме она будет нам ее показывать, это абсолютно не важно. Главное, игра, настрой. И все-таки ждем Еврокубков в этом сезоне. Да, друзья, конечно же, результаты самые главные. И, безусловно, будут результаты, тогда и форма станет нашей любимой. Друзья, спасибо за то, что были с нами на трансляции. Всех поздравляю с новой формой. Новая форма – это, наверное, первый шаг к новому сезону. Новый сезон – это всегда новый этап жизни, новые надежды, новые мечты, чего мы вам всем желаем их исполнения. А с вами были Кирилл Брейдер, Елизавета Беляева, Борис Гоев, Алексей Жарков. Локот ТВ, как всегда, в полном составе для вас работы. До новых встреч, друзья, в новом сезоне. Субтитры создавал DimaTorzok